Друзья, сегодня мы поговорим об опасностях, связанных с теплым полом. Сейчас очень популярно устанавливать различные виды теплого пола в жилых, общественных помещениях и даже в собачьих будках. Проблем с замерзанием можно избежать, если у вас есть теплый пол. Но так как устройства теплого пола работают от электрической сети, существуют и опасные факторы, с этим связанные. Например, поражение электрическим током или воздействие электромагнитного излучения. В этом видео мы узнаем, как работает устройство теплого пола, рассмотрим различные варианты, заслуживающие особого отношения к безопасности. Проведем несколько безжалостных тестов теплого пола, а именно проверка кабеля на горение. Выясним, так ли уж хорошо мы защищены от излучения. Сымитируем потоп. А в конце фильма воздействуем экстремальным напряжением и проверим сопротивление изоляции. Все испытания будут проводиться с настоящим оборудованием и приборами. Такие испытания вы сами не будете проводить со своим теплым полом по экономическим соображениям. Поэтому смотрите ролик до конца и делитесь своими комментариями. Для опыта я взял комплект теплого пола из ТЭК, корейского производства. Мощность 200 Вт. По ссылочке в описании вы сможете лучше ознакомиться с этой продукцией. Я выбрал именно кабельный теплый пол из-за его универсальности. Его можно разместить на поверхностях любой формы. Это может быть и узкий проход, и круглое помещение, оконный проем и даже лестница на улице. В комплекте присутствует сама нагревательная секция, состоящая из нагревательного кабеля с концевой муфтой и присоединенного к нему через соединительную муфту отрезка обычного кабеля. Гофра для датчика температуры. Датчик температуры помещается в гофрированную трубу для возможности его извлечения или замены после окончания монтажа пола, ведь вся система будет уже залита цементным раствором и смонтировано в финишное покрытие. Монтажная лента для крепежа нагревательного кабеля к основанию. Терморегулятор у меня самый простой, механический, но бывают еще электронные, с функциями программирования и сенсорные. Ну и датчик температуры обычный, он меняет свое сопротивление при нагреве или охлаждении. Ознакомимся поближе с устройством кабеля. Для начала замеряю сопротивление греющих жил. Обе жила на конце кабеля соединены. Общее сопротивление 236 Ом. Для электробезопасности в кабеле присутствует заземляющее жило. Это необходимо для срабатывания УЗО или дифавтомата, через который подключается система теплого пола. Стекловлоконная нить придает кабелю прочность на растяжение. Две греющие жила с тефлоновой изоляцией обеспечивают равномерное распределение тепла. Сплошной алюминиевый кран из фольги защищает окружающую среду от электромагнитного излучения. Тефлоновая изоляция, как мы и ожидали, не горит. Немного плавится. Наружная оболочка показывает результаты лучше, чем у известного кабеля ВВГ. Соединительная муфта – это самое слабое место теплого пола. Посмотрим, как она устроена. Так выглядят внутренние соединения. Сама муфта изготовлена из двух слоев заливки компаундом, что, думаю, обеспечит достаточную надежность. Концевая муфта. В ней две греющие жилы соединены друг с другом. Снаружи концевая муфта тоже залита компаундом в два слоя. Начну сборку всей схемы. На корпусе терморегулятора обозначена маркировка, в соответствии с которой я и работаю. Подключаю датчик температуры. Подключаю нагревающую секцию, а именно те два провода, идущие греющим жилом. Желто-зеленый провод заземления пока не трогаю. Подключим его позже. Запитываю теплый пол через дифавтомат. Фаза и ноль подключены к дифавтомату, а уже с него заходят в установочную коробку терморегулятора. Подключаю их к зажимам терморегулятора. А заземляющий провод из греющего кабеля напрямую соединяю с заземляющим проводом, приходящим из электрического щитка. Итак, схема собрана. Помещаю терморегулятор в установочную коробку. Можно приступить к первому испытанию. Включаю. Загорелась красная лампочка на панели терморегулятора. И можно регулировать температуру с помощью поворотного диска. Проводим второй важный тест – замер электромагнитного излучения, который может влиять на наше здоровье и создавать радиопомехи. Это щуп для поиска скрытой электропроводки. Вблизи обычного кабеля он четко срабатывает, но излучение от греющего кабеля он совсем не чувствует. Хорошо видно, что греющий кабель не имеет сильного электромагнитного излучения. Теперь я подключил амперметр в разрыв фазного провода для контроля и замера тока через греющий кабель. При шкале 2,5 А, 1 А будет на делении 40. Термодатчик размещен между витков греющего кабеля. Подаю напряжение. Амперметр показывает около 1 А. Кабель начинает нагреваться и, соответственно, термодатчик тоже. Проходит несколько секунд. Терморегулятор отключает питание греющего кабеля. У меня ванночка с водой. Опускаю туда весь кабель вместе с муфтами. Из предосторожности сначала включаю терморегулятор и только потом дифавтомат. Как видим, теплый пол прекрасно чувствует себя в воде. Им даже можно аквариум обогревать. Кабель у меня еще мокрый. Если вода могла попасть внутрь кабеля, то она уже туда попала. Самое время замерить сопротивление изоляции. Обычно бытовые приборы испытывают мегаометром с напряжением большим номинального в два раза, то есть 500 вольт. Присоединяю щупы мегаометра к греющей жиле и заземляющему проводнику. Прибор показывает максимум. Сопротивление изоляции более 15 гигаом. Я пойду дальше. И специально для вас, мои зрители, повышаю напряжение до 1000 вольт. Смотрим результат. Результат отличный. Ну и пусть теперь горит все ясным пламенем. Для вас мне не жалко кабеля. Повышаю напряжение до максимального. Внимание! 2,5 кВ. Как видим, кабель выдержал испытание. Вы можете смело устанавливать такой теплый пол. Пусть он согреет вас и ваших близких. А меня согреют ваши лайки, комментарии и подписки. Удачи вам!